Аффирмации — это фигня. Не работают они. И для многих действительно это так. Потому что если тысячу раз в день повторять «я миллионер», ты им не станешь, если не осознаешь, почему ты до сих пор им не стал. Именно ответ на этот вопрос «почему ты еще не там?» и является твоим ограничивающим убеждением, которое мешает тебе достичь того, что ты действительно хочешь. А если вы спросите себя «почему вы еще не там?» и ответом приходит «мне просто лень», это большая иллюзия. За ленью всегда стоит на самом деле страх. Пример, как это работает. У нас есть первичная мысль, которая идет из нашего сознания. Она является актом воли, и на нее затрачивается много энергии. «Я богат», «я успешен», например, «да, я хочу отношений». Но у нас есть вторичная мысль, которая идет из нашего подсознания. А подсознание в тысячу раз сильнее, и именно подсознание формирует вашу реальность. Например, за мыслеформой «я богат» очень часто стоит подсознательный страх иметь большие деньги, потому что это большая ответственность, их можно потерять, а как им распоряжаться? Поэтому от греха подальше я не становлюсь богатым, потому что это дискомфортно. Или «я хочу отношений, но подсознательно я боюсь иметь эти отношения, потому что я могу потерять свой комфорт, потому что отношения ранят, потому что в прошлом уже был развод или какой-то негативный опыт». Страх повторить этот опыт порождает блок и невозможность построить отношения. Может быть, даже мужчины появляются в вашей жизни, но очень быстро исчезают. Или вообще вы даже не замечаете мужчин, обесценивая их из-за своего страха. Именно потому, что подсознание в тысячу раз сильнее, чем сознание, и именно в подсознании хранятся все ваши убеждения и страхи, вы сами себя ограничиваете, вы сами ограничиваете свой потенциал, вы сами лишаете себя того, что вы действительно хотите иметь. И в этом видео я дам вам действенную практику, как осознать, во-первых, свои убеждения и что с ними делать. Поэтому досмотрите до конца. Итак, по каким признакам можно определить, что у вас есть ограничивающие убеждения? Номер один – по вашим результатам в жизни. Посмотрите на ваши результаты. Если вы хотите на протяжении долгого времени что-то иметь, но все никак не складывается, как будто бы в последний момент рушится, как будто происходит какой-то саботаж, то там явно есть ограничивающие убеждения. Например, вы долго хотите построить отношения и все не складывается, или построить карьеру и все идет не так, как вы хотите, или сменить профессию, или уехать в новую страну, но все почему-то постоянно не складывается или срывается в последний момент. Если вы ощущаете, что попали в замкнутый круг и события повторяются, то советую вам посмотреть видео, которое я записала как раз для этого случая. Признак второй, как можно определить, осознать свои ограничивающие убеждения – это внутренний конфликт. Как будто бы много разных голосов, которые просят разные вещи. Один говорит, давай уже переедем. Другой говорит, да зачем это нужно? Один говорит, пойдем, может быть, построим какие-то отношения, познакомимся с кем-то, а друг говорит, да ну, это опасно, это страшно, давай не будем. Один говорит, давай сменим профессию. Говорит, нет, не надо, давай оставим все как есть. То есть вот этот постоянный внутренний конфликт и разрозненность своих мыслей «сегодня я хочу одно, завтра я хочу другое» говорит о том, что есть конфликтующие, ограничивающие убеждения. Признак третий – вы делаете очень много действий, но все никак не можете достичь результата. Вы стараетесь, но не получается, постоянно что-то срывается. Признак четвертый – вы быстро устаете. Вот эти внутренние голоса и внутренний конфликт, они забирают очень много энергии. И вы не успеваете, возможно, сделать нормальные действия, а уже чувствуете себя уставшими от собственного, постоянного, непрекращающегося диалога внутри. И пятый признак – ваша жизнь наполнена сложными, конфликтными ситуациями. Постоянно происходит все не так, как вы хотите. Вроде бы из лучших побуждений что-то делаете, но происходит все через одно место. Знакомы? Итак, если суммировать, то внутреннее убеждение всегда проявляется во внешних действиях. Ваш результат в вашей жизни – это верхушка айсберга. И этот результат, эту верхушку айсберга, как раз создали ваша вера, ваши убеждения, которые порождают мысли, ощущения, эмоции и действия, которые истекают из этой веры и убеждения. И в итоге дают вам тот результат, который вы имеете. Как же формируются эти ограничивающие убеждения? Обычно в возрасте до 7 лет, когда мы очень восприимчивы как к внешнему миру, у нас до конца не сформирован неокортекс, это наша часть головного мозга, которая отвечает за осознанность и за возможность выбирать. Вот до 7 лет она еще до конца не сформирована, поэтому ребенок воспринимает все с открытыми глазами, он считывает информационное поле семьи. Какие-то фразы, оброненные своими близкими родственниками, мамой, папой, это самые близкие люди, которые наносят самый больший ущерб нашему подсознанию, можно так сказать. Это те люди, которые лепят нас изнутри. То есть то, что говорят нам, и то, что подкрепляется эмоцией, создает ваше убеждение. Например, мама могла говорить в детстве, ты ленивая, ты ленивая, ты ленивая, и повторяла это несколько раз. Ребенок испытывает сначала боль, может быть, вину, стыд, что я какая-то не такая. И вот как раз вина, стыд или боль, это такой импульс в теле, который создает вашу нейронную связь. То есть слово, сказанное авторитетным человеком, плюс эмоция, которую вы испытали, создает отпечаток, слепок в вашем подсознании. И вы неосознанно принимаете эту модель и начинаете думать о себе так, как думали о вас ближайшие родственники. То есть вы вырастаете, уже становитесь взрослыми, но внутреннее ощущение, оно все равно сохраняется, потому что вы в тот момент испытали эмоцию и, возможно, испытывали ее снова и снова и снова и снова. И так формируется устойчивое убеждение и устойчивая вера о себе. Какая я? Потому что мы все рождаемся с нейтральным отношением к себе. Мы не знаем, какие мы. И через внешних авторитетов мы начинаем собирать такой собирательный образ. Какая я? Красивая, некрасивая, ленивая или неленивая, успешная или неуспешная, талантливая или нет. Все, что нам говорят и все, что транслируют неосознанно наши близкие родственники, закладывает фундамент нашего внутреннего мира. Что же с этим делать, возможно, спросите ли вы меня. Возможно ли вообще прервать этот порочный круг? Точно да. Наш мозг остается нейропластичным, что значит подверженным изменениям, до конца жизни. Это доказано уже ученым. Мы можем меняться, если, конечно, хотим. Именно благодаря изменению своего внутреннего мира, изменению своих убеждений о себе и о мире, я, собственно, и стала проводником. Я и стала коучем, который помогает другим. Хотя еще в 25 лет я даже не могла представить, что я могу жить на Бали, что я могу вести большие группы на 400 человек в неделю, вести какую-то дыхательную практику онлайн, зарабатывать большие деньги на этом. Я даже не могла себе представить, не могла допустить, что это возможно. Не было такого восприятия и такого убеждения в моем внутреннем мире. Но когда я начала исследовать себя и работать, увидела, как же много убеждений внутри, что я какая-то не такая, что я недостойна, что мне нечего дать этому миру, что я неценная, неважная, вот этот весь мусор, который живет у нас в голове и который мы неосознанно забрали и впитали у своих учителей, у своих мам, у своих пап, у своих братьев и сестер. Очень важно его осознать и к чертовой бабушке его вымести. Итак, алгоритм. Как же работать с этими негативными убеждениями? Первое – осознать. Осознание – это уже 50% успеха. Осознайте, какие мысли о себе или о мире у вас постоянно крутятся. Например, я ленивая. И теперь найдите факты вовне, что вы уже сделали, которые транслируют, которые опровергают вашу веру о себе. Например, выпишите все проекты, которые вы завершили, все ваши достижения. Это самая крутая практика – именно выписать и осознать, если я ленивая, то как я могла сделать все это. Когда вы выпишите, именно выпишите, потому что когда вы думаете об этом, это одно. Вам кажется, что этого недостаточно и это не ценно. Но когда вы выписываете, вы начинаете видеть, что то, сколько вы сделали, а я уверена, вы сделали уже много, опровергает вашу собственную веру о себе. Очень часто так и бывает. Поэтому нужно найти факты, которые опровергают вот это убеждение. Когда вы находите факты, которые опровергают это убеждение, вы начинаете испытывать эмоцию. Например, радость, благодарность. У меня буквально недавно была клиентка, которая считала себя ленивой, хотя она была безумно активной, у нее было несколько бизнесов, несколько строек, и она все равно считала неосознанно себя ленивой. Но когда она сделала это упражнение, выписала, она просто рассмеялась и говорит, что это просто смешно. Настолько мы можем ощутить радость от нелогичности своих суждений. Мы неосознанно считаем, что мы какие-то, но когда мы начинаем исследовать и находить подтверждения, факты, становится смешно. Потому что это просто не бьется, не вяжется. Это просто придуманная какая-то идея, которую когда-то мама сказала, а я до сих пор ее ношу с собой. Но когда мы начинаем работать над собой, брать ответственность за эти суждения, мы говорим, да это вообще мусор, который уже пора выкинуть. Я вообще не ленивая, а наоборот очень активная. Понимаете, как это работает? То есть важно осознать и найти доказательства, факты того в вашей жизни, почему это не так. Но бывает так, что очень сложно найти какие-то доказательства. Кажется, что я совсем какая-то не такая, неуспешная, некрасивая и не зарабатываю. И своих вроде бы доказательств пока нет. Или вы не видите, вы настолько себя обесцениваете, что не видите этого. Тогда я вам советую посмотреть эфир, как создать внутреннюю опору. Потому что именно внутренняя опора дает вам силу изменить ход мышления, начать видеть другую перспективу, другую реальность. Если пока не получается, значит нужно посмотреть немножечко глубже, осознать, как создать эту внутреннюю опору. Есть классическое убеждение, чтобы много зарабатывать, нужно много работать. Но есть же много людей, которые живут по-другому. Например, я. У меня тоже было такое убеждение. И раньше я очень много работала. Но я осознала, что это лишь одна перспектива. Это всего лишь такой фильтр, который создает мой мозг. Но это не реальность. Это не единственная реальность, которая может быть. То есть реальность мы создаем своим видением. То, как мы видим, то, во что мы верим. Но если начать верить в другое и увидеть, что другие люди живут по-другому. Например, знакомая моя работала не так много, по 4 часа в день. И зарабатывала там в 3 раза больше меня. Я на нее посмотрела и такая думаю, а чем я хуже? Вот что, в чем разница? А хуже тем, что я себе не позволяю. Я себя не ценю. Я думаю, что только так можно. Единственная реальность. Но когда я начала смотреть и расширять свое сознание, расширять свой кругозор и видеть, что есть разные реальности. И я не обязана жить так, как я жила до этого. Я не обязана так жить, как верили мои родители. Потому что эта частая установка идет как раз от очень работающих, загруженных родителей. Поэтому это не единственная стратегия. Вы не обязаны верить в эту реальность. И вы можете изменить свою реальность, поверив во что-то другое. Поработав со своим подсознанием, найдя факты, испытав эмоции и закрепив это в своем внутреннем мире и создав новую нейронную связь. Но бывает так, что не хватает ресурсов, не хватает осознанности, не хватает той же внутренней опоры. И для таких случаев у нас есть продвинутая практика алхимии дыхания, которая работает очень глубоко с подсознанием и самое главное дает ресурс, веру и ценность себя. И благодаря этому внутреннему ресурсу намного легче менять свои ограничивающие убеждения и отпускать негативные эмоции, связанные с ними. Алхимия дыхания помогает проживать детские глубинные травмы. Вы можете на уровне головы не помнить, да почему вы так о себе думаете, почему это мнение о себе формировалось. Но на уровне ощущений это остается. Вот алхимия дыхания работает с телом, с негативными эмоциями, с негативными ощущениями, помогая вам осознать, что стоит за этой эмоцией, какая ситуация заставила вас так, поверьте себе, прожить эту эмоцию, отпустить и создать тут же в практике новую нейронную связь, новое убеждение о себе. Алхимия дыхания учит ценности себе, любви к себе, принятию и очищает весь-весь-весь мусор из вашего подсознания. И сейчас первая сессия в подарок. Вы найдете ссылочку под видео. Поэтому что самое главное важно осознать? Ваша вера, ваши убеждения, то, как вы к себе относитесь и к миру относитесь, это не истина в последней инстанции. Это лишь один из углов восприятия. Меняя свое восприятие, меняя свою веру, меняя свое мышление, меняется все. Я яркий пример такого кардинального изменения в своей жизни. Я была никем, я была зависима, я была неудачницей-спортсменкой из очень маленького города. И благодаря изменению своего мышления, своих убеждений, я живу так, как я, мне кажется, даже не могла себе представить в лет 20. Поэтому, друзья, все возможно, если вы берете ответственность и начинаете работать над своим подсознанием. И то, что вы сейчас смотрите это видео, это уже большой шаг, потому что осознание – это уже 50% вашего успеха. Многие живут как в спячке, действуют неосознанно и не понимают, и не спрашивают себя, почему я так поступаю и почему я получаю такой результат. Они винят себя, они винят других и ничего с этим не делают. Когда вы осознаете, что причина не во внешнем мире и даже не во внешних людях, а причина в том, как вы относитесь ко всему этому, это уже 50% успеха. И на самом деле иногда это даже больно, потому что вы как будто бы снимаете розовые очки. То вы думали, что кто-то виноват в ваших бедах, да? А тут вы осознаете, что никто не виноват, только ваше собственное восприятие. Когда вы это осознаете, поздравляю, вы уже на 10 шагов впереди тех, кто еще живет в спячке. Какие чаще всего встречаются финансовые блоки, убеждения, которые тормозят ваши финансы, смотрите в следующем видео. В нем вы найдете реальный кейс, разбор моей клиентки, который я рассказала, как наши блоки убеждений относительно денег тормозят успех. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч. Пока-пока.